Проблемы северного оленеводства на примере отдельного хозяйства рассмотрели сегодня окружные парламентарии. В ходе рабочей поездки они посетили производственный кооператив ЕРФ. Поездка была организована в рамках постоянной комиссии по делам Нинецкого и других малочисленных народов севера, экологии и природопользования, на которой обсуждались проблемы предприятия и перспективы его развития. СПК КАПХОС ЕРФ – предприятие, сочетающее частную собственность с кооперативной деятельностью. Экскурсия в КАПХОС ЕРФ начинается с перерабатывающего цеха. Отсюда выпускаются более 60 наименований мясной продукции. Цех перерабатывает до 500 килограммов мяса в сутки. В городе и поселке Искатели – 6 торговых точек для реализации мясных полуфабрикатов. Есть павильон в Усинске. Кроме того, оленина ЕРФа пользуются спросом в Архангельске, Санкт-Петербурге и Сыктывкаре. Сейчас нам одобрили субсидию на 840 тысяч по малому бизнесу. Мы очень рады, мы очень вчера обрадовались, что у нас получили заключение. Получили мы, что первый раз мы получили денежку от округа. Огромное всем спасибо. Теперь кооператоры мечтают о приобретении оборудования для производства мясных деликатесов. Ожидают полного ввода в стройцех для копчения и вяления мясной и рыбной продукции. В этом году впервые за три года предприятие стало прибыльным. До этого два года работали в убыток. Как себестоимость? Нормально? В этом году за 9 месяцев впервые получили прибыль. И очень хорошая рентабельность получилась. В ЕРВе трудится 6 оленеводческих семей. Стадавы пасают в районе Варандея на реке Черной. В активе сельскохозяйственного производственного кооператива порядка 12 тысяч оленей. О работе предприятия и проблемах парламентариям рассказал бессменный председатель ЕРВа Петр Хабаров. Сложно с оборудованием, но будем стараться еще кое-что закупить, если будет возможность. Построили мы два убойных пункта. Один в районе Варандея в Тундре. Второй мобильный убойный пункт, который здесь работает. Почему здесь? Потому что у нас два стада ходят сюда зимовать. Более детально проблемы оленеводства и в частности СПК ЕРВ парламентарии обсудили на заседании постоянной комиссии по делам Ненецкого и других малочисленных народов Севера. Среди проблем, с которыми сталкиваются кооператоры, например, обустройство кораля, строительство убойных пунктов. Для строительства убойных пунктов денег нет. Петр Александрович совершенно верно сказал, тоже на 100% согласен, что деньги на сегодняшний день самые дешевые. И реально, возможно, можно получить только через лизинг. А существующий порядок компенсацию лизинга не предусматривает. В ходе работы депутаты обозначили ряд первоочередных задач в области реализации программы поддержки оленеводства в Ненецком округе. Например, централизация ежегодной вакцинации оленей. Зачастую у хозяйств нет средств, чтобы оплатить приезд специалиста. И по факту олени остаются непривитыми. Для жителей необходимо, чтобы они получали в полном объеме вот эту мясную продукцию. А у нас, например, взять сегодня такой оленеводческий колхоз, поселок Акуськара, у нас там практически нету для детских учреждений даже мяса. Это нонсенс, конечно. Обеспечение оленеводов зарплатой, а в последующем и пенсии – еще один аспект. А кооперативные предприятия, такие как ЕРФ, например, должны быть рентабельными и иметь перспективы развития. Эти и другие проблемы предстоит решить региональным парламентариям во время верстки бюджета 2019 года и планового периода, чтобы финансирования хватало всем СПК.